Продолжаем наши рассказы о перебежчиках Закубания и Черноморскую линию. И теперь поговорим, наоборот, о перевеселении апексской знати в Россию на примере семейства Амбата. Верно. Действительно, мы с вами уже очень долго говорили о россиянах, которые переходили на сторону адыгов, о их положении, об отношении к ним российских властей, а сегодня мы поговорим, наоборот, об адыгах, которые бежали на российскую сторону. Мы уже говорили о том, что среди адыгов проходили болезненные социально-экономические процессы, политические процессы. И одним из проявлений сложности конфликта в адыгском обществе являлось противостояние старой элиты и новой элиты, разбогатевшей на торговле с турками, в том числе за счет продажи пленников. И часто представители старинных фамилий феодальных из среды причерноморских адыгов, они терпели поражение в этом противостоянии и уходили на сторону России. Они там искали поддержки, искали там убежища. Россия и феодальная адыгская знать, они были друг в друге заинтересованы, и поэтому они находили какие-то связи и взаимодействия. Мы опять же будем исходить из принципа дедукции, от частного к общему, и мы продемонстрируем вам переход адыгских дворян на российскую сторону на примере семейства аббатов. Ну здесь также еще следует обратить внимание на то, что одни историки считают, что в период Кавказской войны не все горцы видели в России своего врага. Значительная часть горцев переходила на российскую сторону, служила в российских подразделениях. Есть большое количество работ по этой тематике, в частности, относительно недавно была защищена кандидатская диссертация Дегора Васильевича Брацуна по службе адыгов в составе Кубанского казачьего войска. Очень такая обстоятельная, интересная работа. Он, кстати, приводит пример, что в 1850-е годы брат хан Гирея был комендантом Варшава. Представьте, третий город по значению в империи, и адыг являлся комендантом этого города. Он приводит примеры целых фамилий, целых династий, Магуфоровых, Гусаровых, Лагаев, которые верой и правдой служили в рядах российской императорской армии. Но, с другой стороны, напротив, другие историки включают этих людей в списки предателей адыгского народа и всячески очерняют их имена. Беслине и его брат Убых, аббаты, являлись шапсугами и принадлежали к сословию первостепенных уздинь. То есть, примерно по своему социальному статусу они приравнивались к князьям. Они были известными наездниками до включения края в состав империи. Они осуществляли набеги на российские территории. В начале 1830-х годов, когда Северо-Западный Кавказ полностью вошел в состав Российской империи, российские власти нуждались в картографической информации об этом регионе. И было дано задание, в том числе и офицеру Новицкому, который затем оставил свои воспоминания. И Новицкий обратил внимание на аббатов, так как они пользовались большим авторитетом и доверием в это к своему обществу. Через своих знакомых разведчик начал посылать Беслине и аббату многочисленные подарки. И после этого они стали друзьями, кунаками. И затем он попросил аббатов провести его от Анапы до станицы Батал-Пашинской, до современного Черкеса. Шапсукские общинники узнали о нахождении российского разведчика в горах. Они послали за ними погоню. Однако Беслине и Упыху Батам удалось от погони скрыться. И они все-таки вышли к станице Батал-Пашинской. Интересный эпизод. Станичники, когда Новицкий вышел к Батал-Пашинской, они приняли его за беглого русского солдата, который привел партию горцев к этой станице. И сначала они к нему отнеслись с недоверием. После этого, спустя некоторое время, Беслине и Упыха Баты стали проводниками экспедиции главнокомандующего на Кавказе графа Паскевича. Эта экспедиция была направлена в Закубание. И за это они получили звание прапорщиков и значительное денежное содержание. Ну и, конечно же, поступок семьи аббатов. Он вызвал осуждение со стороны старшин шапсугов и натухайцев. Их дело обсуждалось на народном собрании в 1831 году на реке Адагун. Там было решено, что участь семейства аббатов зависит в целом от решения шапсугского народа. «Собрание постановило, если сын Беслинея Шаган-Гирей откажется от своего отца и дяди и станет их врагом, и подтвердив это присягой перед народом, ему дороется все их имущество». То есть, достаточно жестко к нему отнеслись. Беслинея советовал сыну выдать себя за врага своего отца и России, чтобы сохранить имущество. Ну, то есть, скажи, что враг, но мы же, как бы, родные, разберемся. И постепенно он попросил, как бы, собирать имущество, чтобы его потихонечку вывозить в Россию. В начале апреля 1831 года Беслинея Аббат отправился в Закубание для того, чтобы освободить свою жену. Он сам бежал на российскую территорию, а семья осталась, и ему нужно было хотя бы жену спасти. И на обратном пути он был настигнут шапсугами на реке Антхир и схвачен. Шапсугские тфокотли обвинили его в том, что именно он привел войска Паскевича в Закубание. Начали предъявлять ему обвинение, заключили его под стражу. В ответ на это Беслинея Аббат отвечал, что вы сами спровоцировали Россию на эти действия. Ну и, наконец, английский разведчик Джон Лонгвард, уже кучура с нами упоминаемый, который побывал на северо-западном Кавказе в 1837 году, он утверждал, то есть прошло 5 лет спустя всей этой истории, и у адыгов она была на слуху, и они даже разведчику рассказали английскому об этой истории. И он утверждал, что глава шапсугских тфокотлей Амирс он избил Беслинея Аббата и даже надругался над его женой во время заключения. Естественно, об этом никто прилюдно не говорил, потому что это был бы просто несмываемый позор, но все об этом знали, тихо об этом знали, и друг с другом переговаривались. И, по мнению Джона Лонгварда, это являлось тяжким преступлением в глазах горцев, потому что все-таки дворяне по обычному праву пользовались большим авторитетом, они были юридически сильнее защищены, чем обычные тфокотли. И слухи о притеснениях дворянина также способствовали скорому освобождению Беслинея Аббата. В общем, Беслинея Аббата освободили, и ему поставили условие его освобождения такое, что за него должны были поручиться другие шапсугские или натухайские дворяне. И старшины думали, что за него никто не даст своего поручительства. Однако они ошиблись. К их удивлению, большое количество шапсугских дворян, они поручились за Беслинея Аббата, и он как бы вышел, условно говоря, под подписку о невыезде до следующего заседания народного собрания, до следующего их собрания. Вскоре до Беслинея Аббата дошли слухи о том, что российские войска начали наступление на Закубание, и они недалеко находятся от его аула. И он начал укрепляться. Он окружил свой аул различными укреплениями, засеками, собрал всех своих сторонников и родственников, и когда шапсуги у него спрашивали, зачем ты готовишься к войне, он им отвечал, что как бы... толком ничего не отвечал. Ждал, в общем, русские войска. Но русские войска пришли и ушли, а он остался. И началось противостояние. Шапсуги начали штурмовать вот этот укрепленный аул. Однако на помощь Беслинею Абату пришли натухайские и шапсугские дворяне. То есть началось опять вот это противостояние вооруженное. Оно свелось к ничьей, и стороны пришли к договоренности о том, что Беслинея Абат переедет к натухайцам. То есть как бы пролоббировали эту тему натухайские дворяне, чтобы как-то Беслинея Абата оттуда убрать. Ну и затем, будучи, проживая в Суджук-Кале, под покровительством натухайцев, Беслинея Абат склонял их к сотрудничеству с Россией. Ну и затем он медлил с переходом на контролируемые российскими войсками территории из-за опасений, за судьбу своих приверженцев, которые остались в горах. То есть у него была действительно сильная группировка людей, которые его поддерживали, и он волновался за них. В итоге семейства и поданные Беслинея Абата при помощи морских судов были переправлены и поселены на Каракубанском острове. То есть там была целая такая морская спецоперация, они, корабли подошли перед рассветом, чтобы их не увидели. Перед рассветом быстро семейство погрузилось, и их отправили в Новороссийск. Какой год был? Так, это у нас 1831. А, 1831. Да. Затем Беслинея Абат попросил у российского командования, чтобы они ему возместили потери в имущественном плане, которые он понес. Ему заплатили 967 рублей серебром. А также Николай I пожаловал ему 500 червонцем золота. То есть такая достаточно серьезная сумма денег. Попытки дворян переселиться в Россию осуществлялись и позднее, во второй половине 40-х годов. Мы об этом уже говорили, когда я вам рассказывал о политической нестабильности, о том, что дворяне переселялись в Россию, искали со стороны России поддержки. Эта история, она говорит нам о том, что среди адыгов шла борьба элит. Старые элиты, новые элиты. И когда представители старой элиты, они проигрывали в этом противостоянии, они уходили на сторону в России под российскую защиту. Беслинея Абата поселили на Каракубанском острове. Там он образовал свой аул. И уже позднее шапсуги осуществляли уже набеги на его аул. Да, уводили с его аула ленников. Также шапсуги и абадзехи делали набеги на других дворян, которые жили при Кубане. Делали нападения. С другой стороны, вот эти дворяне, они вместе с русскими войсками отбивали эти набеги. Я видел один документ, датируемый началом 30-х годов, когда на русскую сторону переправлялась партия из 400 всадников махошевских, для того, чтобы вместе с русскими войсками отправиться в поход против шапсугов. Русские власти снабжали бжедугов, махошевцев, составную часть бжедугов, они их снабжали оружием и всячески поддерживали в политическом плане. Это свидетельствует о том, что значительная часть адыгов была настроена по-российски, и они находили пути, способы взаимодействия. Продолжение следует...